Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы с вами будем разбирать бьюти-бокс от BoxyCharm за месяц ноябрь 2020. Это один из самых популярных бьюти-боксов, наверное, на американском рынке бьюти-боксов. Я уверена, все слышали про Ипси, но вот именно BoxyCharm, это вот что-то такое, чем, наверное, пользуется, ну, каждый уважающий себя бьюти-ютюбер, на самом деле. На каждом шагу я слышу это, например, делают деклаты, американские блогеры говорят, о, эту палетку я получила в BoxyCharm, эту я тоже получила в BoxyCharm, как-то вот так вот. И, кстати говоря, этот бьюти-бокс, он стоит 25 долларов, и мы получаем ценность товара, равную 125 долларов. В этом месяце BoxyCharm включил в свою коробку палетку от Denon, и эта палетка, она была эксклюзивно создана именно для BoxyCharm. Называется она Peek, я об этом говорила в своем инстаграме, если вы не подписаны, еще подписывайтесь, я пощу там очень много интересного. Когда я смотрела распаковку бит-блогеров, я увидела, что они все такие, а, палетка от Наташа Деноны, Peek, ура, вау-вау-вау, все очень рады. И я подумала, что, наверное, это время, когда я тоже хочу подписаться на нее. Кстати, надеюсь, вам нравится сегодняшний мой бэкграунд, я решила поменять его немножко, поэкспериментировать, так сказать. Итак, давайте вообще посмотрим, что нам прислали помимо палетки от Denon, про которую мы поговорим через минуту. Я ставлю здесь временные интервалы, или как, напишу внизу, в общем, что где смотреть, чтобы вам, если интересно, именно про палетку посмотреть. В общем, первое, что я увидела, это вот такая тушь от бренда Milk Makeup. Я уже смотрела распаковку этого бит-бокса, и люди говорят, что эту тушь можно найти в TJ Maxx или в других таких дискаунтных магазинах со скидками. Купить эту тушь, и она, ну, не стоит столько, сколько они заявляют, якобы она стоит. Тут даже бумажка у нас есть. Слушайте, реально огромная тушь, просто. Она просто гигантская, если честно. Также она тяжеленькая тоже. Впервые такую тушь. Чувствую в руке своей, чтобы она была тяжелая. Сравнить ее, если с тушью от Armani, по-моему, да, это Armani. Ну, есть разница, да. Кстати говоря, водостойкая, поэтому это очень круто. Я лично когда-то очень любила водостойкие туши. Водостойкие туши сейчас я как-то больше на обычные туши почему-то подсела. И такая тушь, как обещает нам Boxe Charm, стоит в районе 24 долларов. Ну, понятное дело, что эту тушь можно найти гораздо дешевле, в магазинах типа TJ Maxx и так далее. Дальше мы нашли вот такую сыворотку от бренда Volition. Это сыворотка с грибной эссенцией. Это что-то новенькое. И вы удивитесь, но эта сыворотка стоила 60 с лишним долларов. Она стоит 60 с лишним долларов. Если покупать ее офлайн, специально сейчас посмотрю, 62 доллара она стоит. И это самый дорогой компонент этой коробки. Я не слышала об этом бренде ни разу. И эта сыворотка, она супер увлажняющая. И также она способна минимизировать поры. И также сделать кожу гораздо более здоровой. Пахнет она почти не пахнет на самом деле. То есть никакого запаха тут нет. Но мне нравится очень как вот эта крышечка, колпачок. А как она вообще? О, наверное, как-то ей нужно... Все, я поняла. Получается тут такая пипеточка. Очень здорово. Давайте мы тут посмотрим. По консистенции это чувствуется таким молочным. Так. Прикольно. И вы подумаете, ну, наверное, уже все купилось в этой коробке. Потому что 24 доллара, 62 доллара. Мы заплатили всего лишь 25 долларов, но нет. Эта палетка, она стоит 48 долларов, если она продавалась бы отдельно. В Сифоре, например. И эта палетка сделана в Италии. И мне кажется, что палетку от Наташи Динона всегда приятно получать. Мне кажется, если вы коллекционируете особенно ее, то да. И на обратной стороне мы можем увидеть всю информацию об этой палетке. Название цветов и так далее. Сделано в Италии. Поэтому качество должно быть, как всегда, очень отменным. В общем, попробуем ее сегодня и посмотрим. И последних два товара из этой коробочки. Они маленькие. То есть это как мини-размер или даже траву-размер. Первое, это вот такой праймер. Он липкий. От бренда... О, это бренд Alamar Cosmetics. Я о нем очень много слышала. Очень многие американские ютуберы его хвалят. Это такой инди-бренд. Но он достаточно такой бюджетный. И качество у них, как говорят, тоже отменное. Я не пробовала ни разу ничего от этого бренда. И праймер-то всегда классно. Особенно он будет идеальным, если, допустим, вы хотите нанести какой-нибудь классный спаркл на ваши веки. И он тут как тут поможет все это сделать идеально. Нанести идеально все это. В общем, такой праймер у нас в мини-размере. Стоит 15 долларов. То есть это уже очень даже хорошее предложение. И также последний наш товар это масло для губ от какого-то бренда. Я даже не знаю этого бренда, если честно. Int Cosmetics. И он стоит 11 долларов. Я, наверное, не буду его распаковывать. Но, в общем, видно, что оно такого красивого красного цвета. Я, возможно, даже не буду им пользоваться. Потому что у меня, если честно, столько много этих масел открытых. Я как-то иногда пользуюсь, иногда не пользуюсь. В общем, да. Извиняюсь, что я так много болтаю, ребят. Я знаю, кто-то мне пишет в моих комментариях, что ты так много болтаешь, Юля. Не по делу. Но надеюсь, что все-таки я буду исправляться и болтать больше по делу. Потому что, ну, я не могу говорить все одним словом. В общем, мне нужно выговориться. И, кстати говоря, чуть не забыла. Последняя вещь, которую я нашла в этой коробке, это по промокоду. Я получила эту палетку. А я думала сначала, что этот промокод даст мне возможность получить именно их настоящую палетку. Боксичармовскую. Но нет, мне положили другую палетку от бренда, которого я не знаю. Называется бренд E-Louise. Потрясающая упаковка. Но, когда я получила ее, я сначала была так немножко, ага, что это за бренд сделана в Китае. И ты начинаешь думать, ну, раз сделано это в Китае, наверное, качество не очень. Не знаю. Я поэтому еще думаю, пользоваться ли ей, начинать или нет. В общем, так выглядит это все. Сзади обычный состав. Ничего такого супер классного. И вот так это все выглядит внутри. В общем, красивая цветовая гамма. Я не могу сказать, что это, ну, прям, моя любимая цветовая гамма, которая всегда тянусь. Она достаточно такая, ну, знаете, более летняя, более такая экстравагантная, эксцентричная. Не знаю. Ну, прикольно. Прикольный дизайн, что-то новенькое. Давайте приступим к нашему туториалу с палеткой от Диноны. Пик. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. И давайте начинать. У меня уже, кстати говоря, есть праймер от Urban Decay. Нанесла я его на свои веки. Мне он очень нравится. Я вам уже, наверное, об этом много раз говорила. Давайте, наверное, посвочим эту палетку, потому что хочется посмотреть, как она вообще показывает себя. Какие активные оттенки в ней. Если честно, я вижу очень такой сильный осенний вайб, смотря на нее. Это наш первый оттенок. Очень такой светлый, но прекрасный оттенок для того, чтобы подкорректировать растушевку. Следующий наш оттенок. Ууу, какой он активный и пигментированный. Очень-очень красиво. Следующий оттенок. Ууу. Потрясающе смотрится. Сразу чувствуется то самое динамерское качество, когда их свочишь. Я решила пересвочить этот оттенок. Очень красиво смотрится. Такие, знаете, идеальные коричнево-красноватые оттенки. И давайте посмотрим на наш последний оттенок, который называется Aya. Это уже как раз таки красивый такой сияющий шиммер. Вау. Очень-очень красиво смотрится на самом деле. И давайте уже приступим к нашему туториалу. Для начала я хочу взять, скорее всего, вот такой красивый оттенок, ржеватый. И я хочу его нанести просто на крылья века, если я правильно выражаюсь. На самом деле тени просто как по маслу сами растушевываются. И, кстати, я использую кисточку от Sigma, номер E40. Я знаю, что должна была сделать видео по своей кисточке, но как-то пока еще рука не дошла, если честно. Я извиняюсь, но, в общем, в следующие дни, в следующей неделе, возможно, скорее всего, я это сделаю. Еще один момент такой, ребят, пожалуйста, не говорите мне, что мои губы такие большие. Да, это простуда. И, наверное, у меня началось все это с губ. Но потом как-то это все потухло немножко, и я, ну, не совсем лечилась. Я говорю именно про губы. И вот, в общем, все это никуда не ушло. И теперь я просто пытаюсь лечиться, как это нужно делать в таких случаях. Дальше мы возьмем вот этот красивый белоснежный оттенок, который называется у нас Shine. Дальше мы наряднем этот красивый осенний оттенок, рыжевато-оранжевый такой, который так и кричит осень, мне кажется. Он очень осенний. И нанесем его поверх того, что у нас уже есть. Дальше я хочу взять кисточку от Morphe под номером M505 и растушевать все, что у нас ненужное на пути есть. Я возьму другую кисточку от Sigma под номером E40, E45. И окну ее в этот невероятно насыщенный пигментированный коричневый оттенок. По-моему, называется он Thorn. И мы сделаем немножко-немножко затемнение. Вот здесь совсем чуть-чуть или нет. Я не могу понять, хочу ли я затемнение, или это будет такой легкий-легкий мейк. По-моему, так гораздо-гораздо лучше все-таки смотрится, поэтому оставим это затемнение. Оно действительно делает глаз так выразительным гораздо более. Если честно, мне очень нравится, что у нас получается. Сейчас я сделаю то же самое с вторым глазом. Дальше я возьму ту же самую кисточку от Sigma, чтобы еще чуть-чуть лучше подтушевать, чтобы это смотрелось гораздо более аккуратно. И дальше, скорее всего, мы возьмем коричневый оттенок и пройдемся по нижней ресничной линии этим оттенкам. По-моему, это очень и очень красивый макияж у нас получается за каких-то 3 минуты. Супер классный. И последний, наверное, самый потрясающий и интересующий всех момент, это использование шиммера. Мне кажется, что шиммер все-таки называется shine, а не eye, потому что, ну, это все-таки блеск. Shine с английского переводится как блеск. Oh my god, какой он пигментированный. Боже, просто шок на самом деле. Это пигмент. Мне кажется, что шиммер, он немножко более такой рыхлый, чем мокрый, но все равно он красиво очень смотрится. Да, это реально очень красивый и качественный шиммер. И я буду использовать, скорее всего, тушь от Estee Lauder, которую я получила в своем Blockbuster Box. Называется она Simptus Extreme. Я всегда неправильно произношу ее. В общем, эта тушь, как говорят многие, просто шикарна. Она делает все и даже больше. А именно дает объем, удлинение ресницы и все такое. Такой у нас сегодня получился макияж с палеткой от Наташи Диноны Пик. Дайте мне знать, что вы думаете об этом. Я считаю, что это интересная задумка для того, чтобы сделать палетку эксклюзивно для тех, кто подписан на Pity Box Box Charm. Но, с другой стороны, немножко жалко, что другие люди не могут получить ее, потому что это эксклюзивно. Ну, да. Но палетка сама реально классная. Мне кажется, что она была бы идеальным дополнением к ее осенней коллекции. Почему нет? Но, к сожалению, только для Box Charm. Я рада, что получила ее определенной. Я считаю, что я буду пользоваться, наверное, каждый день. Вот сейчас, в данное время, кодом. Она классная. И мне нравится, как она работает на моих веках. Все идеально растушевывается. Не сложно. Просто супер. Пять из пяти, на самом деле. Я бы дала этой палетке. Да, ребят, спасибо большое вам за ваш просмотр. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. И дайте мне знать, что вы думаете о моем новом бэкграунде. Нравится ли он вам? Чувствуете ли вы больше, что вы говорите с подружкой? Или вам нравилось то, что было в прошлом видео, например? Поэтому, да, мне будет очень приятно услышать ваш фидбэк. Я с вами на этом не прощаюсь, ребят. Ваша Юля. Всех целую. Всем пока.